Ребята, всем привет! И сегодняшнее первое выступление на нашей сцене. Масюк Василий, 3D-дженералист и совместная работа в команде. Приветствуйте спикера. Василий, пожалуйста, начинай. Всем привет! Вітаю вас с первым днем зимы. Надеюсь, что все теплые и всем комфортно и добрые, здоровые в наши часы. Это очень важно. Сегодня я хочу поделиться опытом, который я набрал как 3D-специалист. Зараз я дженералістом працюю. И хочу рассказать, чем добра и не добра эта профессия. Ну и как працювати, звичайно, в команде. Отже, 3D-дженераліст. Все чекают, что это такой чувак, который умеет все, который прийдет и налаштует все процессы. Допомогает любое задание. Допомогает в решении любого вопроса. Все, что придет. Моделинг, анімація, ригинг, скининг, там, vehicle и так далее. Відповідно, така специфика широкого профиля мне помогла працювати з різными компаніями. Я працював, как и с топ-мошен, с хэппи-ю, так и с казуальными играми, так и в рекламе, и в анімации. И это, с одного боку, доброе, все прекрасно, но, с другой боку, есть такая вариативность, когда ты не знаешь и губишься в том, что ты хочешь. Но все-таки я благодарю работе в широком профиле и то, что мне удалось попрацювати з такими чудовыми компаніями, как у вас на экране. Зараз у компании Sandermark я на позиції 3D-generalist, до компании я расскажу, что я тут делаю и как я тут делаю. Відповідно, сама профессия 3D-generalist, как я сказал ранее, это сукупность всего и вся, начиная от персонажей, закінчивая там environment, и пропсами, и анімацией. Тебе можно кинути на любой проект в любом стиле, и ты как 3D-generalist это сделаешь. Но есть певные минусы в этой профессии, по моему профилю в арт-стейшене, вы можете увидеть, что 3D-generalist очень-очень много разных видов работы. Знову ж таки, от персонажей, и вот саме по профилю вы сможете побачить, что эта человек саме 3D-generalist. Есть певные минусы, если сравнивать 3D-generalist с другими профессиями, например, возьмем персонажника character artist, то характер арт-ст есть гораздо быстрее в своей профессии, потому что при том самом досвиде в часе, там рик, например, 3D-generalist может делать и машинку, и environment, и персонажей. И, соответственно, он витрачает много меньше времени в какой-то сфере, и он эту сферу не зашлифирует. То есть он может знать грубо анатомию, где выглядят как князи, но 3D-generalist не может тягаться по швидкости и качеству с человеком, и, соответственно, это большой минус этой профессии, потому что ты весь час в каком-то творчестве, в польоте, и никогда не можешь остановиться на чем-то одном, потому что сегодня компания делает это, а завтра это, и, соответственно, ты шлифируешь каждую грань окремо. На что ж тоди я потребен? Ліпше ж втекти и заняться чем-то одним. Чим це вигідно? Вигідно в работе малих команд, саме команд, а не компаній, тому що в команді може бути потрібен персонаж, а через тиждень, коли ви зробите цього персонажа, треба буде зробити для цього персонажа машинку. И, соответственно, ты не будешь шукати фрилансера несколько месяцев для того, чтобы сделать машинку, а потом другого фрилансера, который сделает только персонажа. И потом снова таки экипа ригера, который это все складе до купи и выдаст в движок. Ориентованность на цель. Если character artist после того, как он отдал персонажа в лук-польце за текстуреного, он отдал аниматору и говорит все, теперь моя ответственность снята, то генераліст цилиться на то, как это будет выглядеть в конце, в руках гравца. И, соответственно, ты уже хочешь, чтобы все было хорошо, ты уже цікавишься ригом, или это все будет сгинаться, может сам этот риг сделаешь. И тут тебе помогает, если ты цікавишься финальной целью, ты можешь обрезать все, что не нужно. Тобто ты можешь заэкономить на том, какие процессы не важны для гравца и на этом заэкономить соответственно время. Ты можешь заменить, снова таки, того самого character artist при его отсутствии, если он на отпуске поехал. И чтобы все не стояло на месте, ты можешь там дошлифовать, перепекти, перетекстурить, або сделать его работу нового персонажа. И, соответственно, команда будет рухаться без всяких сотримок. Знания в каждом гилдсе, это такой смешный момент, когда приходишь до аніматора, и он не хочет это делать, и начинает что-то придумывать, ставить палки в колесо, и говорит, нет, нет. А ты такой, чувак, давай, не ганяй, все має бути нормально, я знаю, как оно працює. И, соответственно, есть еще такой момент, адаптация под стилістику в уникальной сфере, там, environment, это тоже есть. Ну, раз ты уже дженераліз, то берись за все и берись за разные стилістики. Хочу похвалитися останнім проектом, який ми зробили, який появляется на полках, касах мереж продовольчих магазин, и так далее. Это наши джойки, они классные, очень активные, я боюсь, сын боюсь, и просто бомба, и я попал на другую часть, я был удивлен, что этот продукт делается в Украине. Приятно удивлен, и я очень рад, что я смогу взять участь в другую часть этой игры. Я був відповідальний за машинки, за транспорт, и сейчас я с вами поделюсь, как мы все это организовали. Сколько в твоем завдании треба мать какое-то понимание, что ты делаешь? Відповідно, треба питаться в команды, что ты делаешь? Какое твоё завдание и ответственность, чтобы ты, соответственно, засредился на этом? Если есть человек-аниматор, то, соответственно, с тобой снимается эта ответственность. Какие приоритеты? Если, например, у нас есть четыре машинки, четыре транспорта, там, літак, джип и гонща машина, то какую из них делать первую? Чи делать полностью одну? Чи сделать хайпольки всех и так далее? Чи, соответственно, мы получаем досвід навчание, это очень важно. И именно здесь мы остановились на одной машинке, чтобы прогнать процесс и, соответственно, этот процесс коррегировать. Также очень важная цель. То есть если мы делаем машинку, то мы должны думать, как мы ее делаем. Это для детей. Она должна быть красивой, 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 выглядеть мощно. И, соответственно, ты должен помещать персонаж. Технические требования не менее важны. Далее нам нужно думать, как мы будем это делать. И также, что можно улучшить процесс. Это одна большая совместность вещей. Про проект. У нас есть наши клюевые джойки. Они делали Charakter Artist. И нам нужно было их посадить в наш чудовый транспорт. Вот здесь у нас есть концепты. И справа у нас уже готовая модель. Далее это про то, что я рассказывал, что у нас были четыре виды транспорта. Урбан, место, литачок, човен и джип. Четыре стихии. Кажется из этих транспортов. Идет в уникальную другую игру. В которой вы сможете наслаждаться, если вы скачаете додаток. Я копну воду. Прошу. Технические цели. Технические цели супер важливые. Ви из этого сможете оценить завдания. И чем они четко прописаны, чем больше вы знаете, тем, соответственно, будет меньше факапов, переробок. И четкий дедлайн. Если вы фрилансер, то вы сможете сказать четко цена и тайминги. Это все, что у нас было. Я хотел узнать, какой у нас транспорт, сколько раз он апгрейдится, будет анимация их, нейминги, и так далее. На жаль, эти цели изменялись в процессе. Это понятно. Потому что продукт делается, и он эволюционирует. И не всегда есть финальное бачение того, что мы должны получать конец. Там нет такого пророка, который скажет, купить биткоин, когда нужно. И поэтому эти изменения приводили до, соответственно, довшего производства. Отже, у нас есть четыре виды транспорта, у нас есть шесть апгрейдов этого транспорта, четыре текстуры для каждого, и в конце мы получаем 96 одиниц разных видов машинок. Если мне это сказали на начале, я бы взялся за голову. Відповедно, я узнався это в процессе, и это было немного боляче. И я, ну, надо было придумать, как мы это будем делать. На счастье, мои думки и нашего арт-директора сбеглись в единый потек, и концепты и модельку мы обговорили, что мы будем делать с запчастин. Мы использовали идею из мультика Волли, где разные роботи складывались из разных запчастин, и мы запозичили эту систему звездом. Мы экономим время на текстурировании, и нам не нужно делать каждый литачок окремо. Мы можем затекстурировать один пропеллер и использовать его для всех литачков. Это экономит час запекания, текстурирования и моделинга. Для текстур мы, соответственно, не хотели запарюватися сильно, мы сделали маски, для масок мы использовали Hue Saturation, потянули ползунок, все, есть новый кольер. Есть в этом некоторые проблемы, но в основном после несколько подтяжек это все работает. И также в конце, когда мы это все растекстурили, виявилось, что нужно добавить логотипы, мы уже тиснули на декалях, которые чудово сели. Про работу в команды. В команды есть такие негативные штуки нерозумения работы. Если все возникает, нужно обговорювать, максимально обговорювати, чтобы такого не было. Страх помилиться. Это в каждом, соответственно, когда ты работаешь в команды, помилки мают быть, их мают минимально, но чтобы их не было, нужно снова проговорить. если вы будете бояться что для этого, дурацкие недуречные питания, кто переживает, что это может быть недуречное, но это недуречное питание может спасать ваш зад и соответственно задавайте дурацкие питания, если они дурацкие, то все смеются, если это важно, то соответственно это поможет всем командам и снова таки эта лінія непорозумений приводить до факапів, если вы таки я пересаджу и никто не побачит, то это приводит до проблем, соответственно слово покарання не має быть, покарання я маю на увазі овертайми и кранчі, найгірше, что это может быть, это звольнення, но в этой команде надо стараться над тем, чтобы такого никогда не было, чтобы овертаймів и покарань в принципе не существовало. Например, наша команда экспортила с блендера в майо файли, мы развивали машинки по шесть, мали два материала, мы каждую машинку экспортили окремым fbx и в конце у нас выходило 12 материалов, которые нефиани допомагали в анімації и заплутывали аніматора и после вопроса аніматора, что можно проще, мы сделали проще и все были счастливы и корпоративные ценности. Это очень важная штука, просто я порівнюю корпоративные ценности с дорожным рухом, правилами дорожного руха, если вы скажете я никогда не буду паркуватися, как рагуль, соответственно, вы так и маете делать. Если вы стоите на тротуаре и порушаете правила, и кто-то это побачит, то ваша репутація впаде и, соответственно, вы ценности не дотримаете. Если вы хотите дізнаться про це більше, про це написали гарно бейкер тілі, ось вам посилання, qr-чик, можно будет засканути, робіть print screen. Дальше обрізання кутів, шардзик-корнер або прибирання перепон. Дуже класна штука, чим більше ви дурацьких штук заберете з роботи працівників і самі заберете, наприклад, використовуючи ходки, а не мишку і клікати іконки пензлика, то все буде у вас добре. І, знову ж таки, це призведе кучеряві гори розробки до прямої лінії від А до Б, від початку до цілі. Відповідно, ми так, економили час, на перші машинці ми витратили 98 в день, а вже для човнів ми витратили 79. Документація супер важлива, вам треба її робити, слідувати, і це допомагає, що викласти думки, переформувати то, що не важливо, і, відповідно, пошарити ці думки між великою кількістю людей, і між новобранцями. Важний тіп, важний тіп компанії, це завжди чітко. Якщо у вас є тіпи незамінними в роботі, які просто, ну, от, так, взагалі він якийсь гордий і каже, що мене ніхто не звільнить, звільняйте його нахер. Бо людина має старатися йти до того, щоб без неї все працювало. Тобто до максимального полегшення. Якщо б цього не відбувалося, не відбувалося взагалі ніякої еволюції, і ми б досі збирали банани з дерев. Так що старайтеся так, щоб без вас контора не загнулась і могла рухатись далі. Відповідно менеджмент це дуже класно, але, знову ж таки, треба стирати ці межі спілкування між виконавцем і замовником. Відповідно, вам треба приймати рішення самостійно, але буде добре, якщо ви будете мати швидкий фідбек від людини, яка знає, що їй потрібно як замовник. Якщо вона каже, що треба машинку червоного кольору, менеджер каже, там якогось відтінку червоного треба машину і виконавець такий, ага, робить зовсім інакше, сламаний телефон. Відповідно, такий менеджмент пірамідальний призводить до того, що, відоміше, в цієї людини, яка бере на себе відповідальність менеджера, в неї високий рівень відповідальності, тому що вона має дуже добре передати, що потрібно, розуміти всі цілі, в неї є страх втратити проект, страх задати неважливі питання і в неї завжди оборонна позиція, тому що вона думає, що її хтось може знизу підмити, забрати в неї роботу і забрати її позицію. Відповідно, треба старатися, щоб люди працювали з швидким доступом до ціли, це не завжди має бути замовник, знову-таки це може бути документація, що полегшить всім життям і відповідно менеджери зможуть пити чай і писати знову-таки на цю документацію. Документація, дуже важлива. Книги, які я вам можу порадити, це «Делегування і керування», дуже класна книжка, дуже легко читається, приємно, багато крапок над і розставляє, всім рекомендую. «Кради як митець» – дуже класна книжка, ще легше читається, рекомендую також всім, знімає багато стереотипів. Ну і решта книжок також важливі. Книжки – це дуже класно. Робота в Сандерманк. Якщо ви шукаєте роботу, ви талановита людина, активна і часна, то приходьте до нас. Ось вам посилання. Дякую.